Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, Розквітає поле, а вона сивіє. Розпівай мені, мамо, колескову, Хочу я почути твоє рідне слово. Ура! Поздравляем Україну с победой! Ура! Ура! Сегодня не могла, не могла начать наш утренний кофе по-другому. Поздравляем Україну, поздравляем ребят, молодцы! Это, ну, конечно, это громкая победа, это большая победа, это победа всей Украины, понимаете? Большая моральная победа. Супер! Знаете, что я вспомнила? Мы же с вами на Блиц, помните, Блиц был не вчера, а до этого. Позапрошлый Блиц, и был вопрос, да, как выступит Калуш на Евровидении. Помните эти карты? В общем, я вам скажу, мне нельзя делать ставки при помощи Таро на каких-то там букмекерских конторах. Но, но карты, они удивительные. Помните, какие карты были? Карта Спасения, Император и Двойка. О чем они говорили? Посмотрите, карты не говорят о том, кто выиграет, карты говорят о том, что люди думают, что они делают. Ребята говорили о спасении, о нерешенных проблемах Мариуполя и Азова. Вы понимаете? И потом, помните последнюю колоду? Я еще говорю, ну, Двойка, это нерешенные проблемы, ну, какие у них могут быть нерешенные проблемы? Вот какие, они об этом сказали, о нерешенных проблемах, о спасении. И последняя карта в колоде, помните? Солнце. Я говорю, ну да, это моральная победа. Блин, мне садись, Двойка, работа над ошибками. Таро, браво, супер, это, ну, Таро творит чудеса, вот правда. Вот, ну, ну, да, моральная победа. Но ставки при помощи Таро я делать не буду. Проиграю точно. Но, ребят, все же показала, вы понимаете? Именно эту историю о спасении, о спасении, о нерешенных проблемах Азова. Офигеть, я в шоке. Вы понимаете, что делают карты? Они видят внутрь, вглубь, они видят суть вопроса, да? А места, это вообще не имеет значения. Но победа, солнце. Помните последнюю карту в колоде? Я показываю, говорю, последняя карта в колоде, солнце, это, несомненно, большая моральная победа. Ну, так она стала настоящей победой. Аллилуйя. Честно сказать, я просто в шоке. Видите, что значит? А вы меня просите, сроки, сроки. Не показывает Таро ни сроки, ни цифры. Видите, это карты о жизни, о мыслях человека, о его карме, о его судьбе, о его поступках, о его словах. Но это не о числах, это не о числах, вообще. Супер просто. Очень рада, всех поздравляю. Поздравляю Украину, поздравляю всех, кто болел за Украину. Мне вообще к Евровидению я отношусь очень спокойно, в принципе. Но здесь же не победа группы, это победа всей страны. А к победам моей страны я всегда отношусь с большим вдохновением. За победу, мои хорошие. За первую победу, за начало больших побед. Да будет так. До новых встреч, мои хорошие. Увидимся. Продолжение следует...